Из разных компаний, к которым попадает книга, они понимают, что это не игровая литература. Вот это переизданное новое, чтобы на переиздание переиздать, а все это еще миллион ступицейших обошлось. Это вот материал первый, второй, третий. Это то, на чем базируется вся вера, Новый Завет. Столкование таких отцов православной церкви. Отдельно, это вот как беседовать с фектантами, с баптистами, почему они не признают... Давай встаньте, чтобы фотография конституции. Вот посмотрите, это вот отдельно для тех, кто у вас беседует. В моем доме многие пришли с фектантами, стали православными батюшками. Вот фектант говорит так, православный дом на путь и текстах. Это работа, это каждая книга, это антиклопедия. Чтобы это все понимали. Вот спросили вы, а как священники относятся, мы сразу открываем, а говорим с симфонами. Вот два епископа. Алтайский, пожалуйста. Труднее всего мне далась книга вот эта, симфония. Она сложена по благословению, епископам. Это в разорванной книге один от этих книг, которые сектанты не признаются из Библии. По одному слову найти, где она таким шрифтом должна быть, все выполнено. Это лучшая симфония в мире. Это я говорю как специалист. А ее меньше всего, какие специалисты могут пользоваться. Симфония на металлической книге. Вот эта книга, это является Крещом, как симфония. Хотя она площадью, которая выступает в собранном городке. Тогда очень тревожная была остановка. В 1991 год меня затащили, а это я и вам держу. И вот здесь первые 200 страниц. Это как у нас священника, когда мне пишут, православный армонах. Это мой путь. Я бывал в пяти тюрьмы, ходу автополит за Крещеной, послужили, если бы похоже будет у него. Вот. Все здесь есть. Вот я остаюсь мэром города. Мэр города Баварин. Вот здесь я с патриархом нас сфотографировал. С патриархом. Это вот у нас снимают фильмы. Покажу. Это мой брат Ищеник. Я сегодня. Это моя. Я в разных университетах веду занятия. Это мой отец без руки. Я там еще до войны. У нас 10 детей. У мамы мои. Это ваш сел. И у нас строили деревню. Ну, деревня. Это деревня. Все. Документы. Вот, вот, лектор пришел на занятие. Это университет. Десятку высших университетов страны. 21 тысячи лет. Это я уже в сторону. Это святые летят. Видите? Вы будете считать, вот первые хотя бы 10 страниц. Она, эта книга, буквально во все вводит. Называется «Гослово Божие». Это значит «Переизм» на второе издание. Или вот, допустим. «Кистину православию». Даже немножко. Предистоя просчитать. И уже в порядке. Покажите, пожалуйста. Это 40 лет материал собирался для одной книги. Это мой брат, как раз, стоит. Священный. Вот спрашивает, а где такие книги издали? Только у нас на Алтайе книги не могут они издать. Вот такое, что было. А вот, погоди. Горно-Алтайское. Горно-Алтайское. Украсят любую библиотеку. Даже своим видом. Вот это вот отдельно. Зеленый след. Полностью посвящено мусульманство. Коран. По всем сурам, аятам. 1300 лет, что было сказано. За 1300 лет. И как нам прийти к объединению? Как начать жить мирно? Как жизнь сделать в радость человеку? Ну, нельзя так жить, что друг друга колотят, убивают, взрывают. Вот отдельно тема. Сейчас я покажу. Это еврейство. 3600 лет. Это Талмуд. Как нам с евреями найти общие, чтобы не все в Израиле перегоняли, а нам оставили? Каким образом? Согласно Библии. И согласно их книг Талмуда. Люди спрашивают, как эти материалы можно было обработать. Это только Бог мог сделать. Здесь же 3467 мои стихотворения находятся. Стихи, они 80 стихов, примерно, положены на музыку. И сколько у вас народу и вашей беременности? Пять. Пятеро выехали. Потому что в тех селах, которые поменьше, мы идем в каждый дом. И вот такое вот. Пятеро семей имеете в виду? Нет, это вы по громче говорите. Он не расслышал. Сколько у вас в селе народу живет? Нет, 38 лет. Это детей, взрослых с детьми? Нет, это только начало. Вот такие мы раздаем в каждый дом. Приглашая библиотеку. Потому что библиотеку мы ставим выше всего, что в себе есть. Иногда библиотека занимает место в церкви, а то и выше. С людьми занимается это, надо дать им духовную пищу, поднимать человека. А если просто пришел в храм, я нагрешил, прости батюшки, и пошел на прежние подвиги, это мерзость. И поэтому сегодняшнее положение у нас, люди, когда знают, что мы это делаем, мы выйдем в православной церкви, а другой нет церкви. Это Бог создал. Это мой дом. Я здесь должен трудиться. Это моя земля. Это мой народ. Людям непонятно. Вот я работаю, 17 лет заключенными, бесплатно. Пяти университетов, десятка школ, у вас всех отделов не лекции, а людей без занятий. Зачем вам это нужно? Это мой народ. Бог дал мне знания. Я их отдаю даром. Без зависти, без лукавства. Мы сюда бы не заехали, если бы и он не дал еще ребятишек в вашей семье, и привез там в мой лагерь. Я говорю, это на пути, а мы обязаны заехать. А кого возили? Ваню и Данилу Грюченко. Ребятишки хорошие, это ромбак соним-то. Вы знаете, да? И вот это село, я говорю, как же я проведу такое село? Сейчас к родителям. У нас нет времени, мы торопимся, но я все равно должен родителей увидеть, фотографироваться. Чай попьете? Нет. Благодарим, мы уже позавтракали. Мы в сети готовим. Без гиала, бутерброды приготовим. Нет, мы ничего не будем. Мы всем довольны. Вот у нас сейчас только с машиной, не знаю, что там будет делать. Самое главное сейчас машина. У вас знакомых нет хороших шоферов, чтобы посмотрел? Не знаю, кто-то у нас. Мы-то все не специалисты, а не только разумные. Тут ДЭУ там есть кто-то. Там с электроникой что-то случилось. Ну, не важно. У нас тут дорожную... Смотрите, это фотографии наши. Там есть у нас механик? Наши нет тоже. Вот дети, она ее учится. У нас дисциплина такая, за столом даже шепотом нельзя слово сказать. Дежурная против каждого стола. Она показывает половину второго, а мать ее подучивает. Как правильно дело. У нас вот здесь на горе дорожное управление. Там, наверное, механики, кто-то есть. Гаражи там. Сойдите. Решите. Решим. Вот здесь вот. Сейчас скажу. Понятно? Так, пересчитайте. Так, пересчитайте. Очень приятный был шофер. Здесь мы живем на Иване. И тогда срочным везем Барнаула. Тривизмином было заменами. Отдыхать надо останавливаться? Понятно, надо отдыхать. Но у нас во всем ограниченное время. Мы доехали до Байкала. Теперь ядрозы загрузились, прошли на Москву, через Тулу и северный петербург. Нам ничего не надо. Мы понимаем, временно исходит. Патриарх Кирилл, который сейчас сказал, у нас времени на раскачки нет. И поэтому сегодняшнее положение в церкви, его просто необходимо видеть. Оно супертрагище. И даже остатки сил нужно бросить на то, чтобы нам не дали. Вопрос стоит о существовании России. Уже сегодня никакого секрета нет, что весь Восток потерянный. Об этом Путин прямо говорит. Говорили 15, а уже 25 миллионов там же в Китайстве. 5 миллионов гектаров уже полностью концессии забрали. Сегодня речь идет не о Советском Союзе, а о России. Делят ее уже между собой на картах мира, она уже разделенная идет. И люди не понимают ничего этого. Это говорят, что депутаты, министры, вести войну как на оккупированной территории партизанским отрядом. Это про нашу страну сегодня говорят. Это в интернете, там переполнено все. А это через кого я обратился, это моя мама, и вот двое, от них он слышал слово Евангелие. Ну и все, пошли. Мы позвонили раньше, вас побеспокоили. Ну, наши вины здесь не так много. Ну и нет, я не знаю. Машина просто установлена. Все в порядке. Только я думала, вы чай пить попьете? Я говорю, еще не приехали. Может, попьете чай? Нет, нет, нет. Ну, два раза в день попьете. Не только в вашем городе, еще там нам много. Мы ничего не готовы. У нас время ограничено. Готовили, все. Здесь по Кемеровской области два дня. Куда сейчас едете? Ну, через Вене, по-черкому. Через Новый, нет. Даже проехали, как я тебе правил. Ну, ладно. Зайдите вот сюда, в дорожную. Сейчас мы поговорим. Именно уже к этим родителям зайти. Да, да. Может, они вам что-то подскажут. У вас снаружи там есть какая-нибудь девица? Что здесь библиотека? Нет, пока нет. У нас ремонт идет. И видите, только обшили недавно помещение. Так, спрашивают иногда, как назвать этот отдел? Видите, как тут открытый, оком я тут оком, кверху, как понимаю, в голову человеку. Или открытым оком название. Или второе название, вот оно мне идет. Прям тут же окно идет. Во свете двери. Это два названия, которые полностью соответствуют написанию. Это начинаются всегда вопросы-ответы. Вопросы очень важные и ответы очень большие на десятки страниц. Все это подтверждается обязательно, даже если говорить адрес домашний и телефоны. У нас некоторые по книгам звонили из других стран. Это вы говорили, как женщина одна пришла к Богу. Она говорит, я, а вы что-таки? Ну, он говорит, я баптист. Баптист, у вас не церковь. Как же не церковь? Не церковь. Церковь это православная. Она ему говорит, бабушка, а он в Америке. Ну, русскоязычный, так говоря, по-русски. А вот это вы какого числа начали сдавать? Это место, откуда из Библии взято. Число 24-я глава, 3-я 15-я стих. Вот эти открытые мокры два слова. Видите, они не полностью взяты, показаны многоточие. Это название. Ну, а тут видно, что так правильно считают. Открытые буквы. Видите, они, как книги изданы, что даже по корешку легко найти. До 12-го тома идут. В мягком переплете, это на льняной основе. Это не просто бумага. А с 13-го уже пошли фотографии цветные, то есть появились больше возможностей. И в Горной Алтай купили специальную машину для округления корешка, чтобы она была как есть. Только на мои книги, а теперь она у них, машина. 130 тысяч отдали даже. Директор приехал на дом и говорит, если будете дальше издавать, ну, им выгодно было со мной изнаться. Потому что книги шли, это за 8 лет я написал. Вот если откроете любую книгу, вот в конце написано набор, лапки, я делал набор. Дальше, компьютерная мерзка я делал ее. Даже в фотошопе где-то встречаются неоднократно, продолжаю работать. Я провел за компьютером за 8 лет больше 30 тысяч часов. 62 года, 21 октября, мне показали, где включаются. Я вообще не знал. Ну, конечно, хорошие программисты рядом, помогали, вели за руки. Вот эта книга переиздана, это второе издание, вот эта переиздана и вот эта. Это вторым изданием сейчас вышли. Это пока первое, а это второе. Пожалуйста. Ну, ладно, счастья вам на вашем пути, успехов. Постараемся, как-нибудь, может, выедем отсюда. поднимите. Спасибо. Спасибо.